Девчонки, всем привет! Я себе написала тут такой конспект, но на самом деле могу про бельё говорить очень много и это может растянуться на целый день. Всем привет! Рада вас видеть! Девчонки, я представлюсь, меня зовут Татьяна, можно просто Таня. Я обучаю пошиву нижнего белья, у меня онлайн-школа, я учу девочек шить нижнее бельё и у меня магазин нижнего белья. То есть я, кроме того, что учу, я ещё и одеваю девочек в нижнее бельё. Я нахожусь в Днепре, поэтому если вы из Днепра, всем привет! И всем остальным тоже привет! Всех рада видеть! Сегодняшний прямой эфир, мы поговорим о женском, о нижнем белье. Это то, что близко к телу. Я тему анонсировала по графитингу, про правильную посадку, как влияет на женское здоровье нижнее бельё. Ну, я хочу вам немножко больше рассказать, углубиться в тему бельевого гардероба, вообще, что это такое и зачем он нам нужен, этот бельевой гардероб, потому что, к сожалению, эти знания нам не прививаются. Это редко, если мама даёт эти знания с детства. Но, как правило, этому не учат. И мы к этому приходим уже сами методом проб и ошибок в течение своей жизни. Поэтому расскажу вам про бюстгальтера или про бельё, которое уже не стоит носить. Расскажу, что стоит носить, как выбрать бельё по форме, по размеру и про уход за бельём расскажу. Тоже это важно. Об этом тоже многие не знают и делают ошибки, а потом страдаем мы от этого. Нижнее бельё – это не просто футболка. Эта футболка может быть свободная, может быть несвободная. А в белье это не допускается. Нижнее бельё несёт определённую функцию, оно должно соответствовать определённым требованиям, потому что это то, что близко к телу. И то, что близко к телу, оно должно быть безопасно и качественно. Это такая аксиома. Все мы девочки, у всех у нас переменчивое настроение, и это нормально на самом деле. Мы все переменчивые. Это зависит просто от того, что мы просто женщины. У нас меняется гормональный фон, у нас есть месячный цикл, и сегодня настроение одно, через час кто-то что-то не то сказал, или не сказал, или пошёл дождь, испортилась погода, или просто утром встала не с той ноги, и настроение портится, меняется. Это нормально, это не потому, что я какая-то не такая. Нет, это мы женщины, мы такие есть, такие ведьмочки. И на самом деле бельё, это нижнее бельё, это то, что может принести такой мгновенный потрясающий эффект. Вот этот небольшой клаптик шёлка или кружева, вы его одеваете или покупаете новое, и это как поход к психологу. То есть сразу вы эмоционально выздоравливаете. Это на самом деле так. И, к сожалению, большинство из нас, и это идёт ещё с поры Советского Союза, я человек, рождённый в Советском Союзе, вот я думаю, что большинство из вас уже, наверное, нет, но наверняка ваши мамы оттуда. И с тех пор несётся вот это веяние по поводу, что, ну, зачем мне красивое бельё? Ну, как бы, его всё равно никто не видит. Да, вот зачем оно мне надо? Ну, что, я куплю себе там лифчик за 2000, и что, я буду его показывать всем направо и налево? Нет, обойдусь, пойду на озёрку за 300 гривен куплю. Понимаете? На самом деле это неправильно. Почему такое отношение? На самом деле вы, когда одеваете вот это вот на себя, это прекрасное бельё, которое вам действительно комфортно, которое вам действительно нравится, да, у вас, в вас есть вот эта вот сексуальная энергия, да, которая в вас внутри. Я сейчас говорю не про секс в чистом виде, да, не про пару, там, ну, пару, да, будем говорить, а про энергию, про сексуальную энергию, которую вы несёте. И если на вас хорошее, качественное бельё, которое вам нравится в первую очередь, не потому, что кто-то сказал, что вам хорошо, а вам оно нравится, вам оно удобно. У вас другой взгляд, вы по-другому несёте себя, понимаете? Вы идёте, у вас расправлены плечи. Если правильный бюстгальтер, он хорошо, правильно распределяет нагрузку, вытягивается шея. Правильный бюстгальтер и правильные трусы, они способны убрать лишнюю пару-тройку килограмм. Ну, скажем так, можно провести простой тест, да, взять, допустим, одеть футболку, например, оверсайз, да, любую футболку, или там, не знаю, платье облегающее, да, одеть его без бюстгальтера, да, или с каким-то старым бюстгальтером, сфотографироваться, посмотреть на себя профиль и в анфас, и одеть ту же самую одежду, только одеть под неё хорошо сидящий бюстгальтер и хорошо сидящие трусы, не те, которые там перерезают вам талию, попу три раза, да, а правильно сидящие трусы. Вот, и вы себя сфотографируйте, и вы увидите, как у вас выпрямится осанка сразу, и у вас становится тоньше талия. Это, ну, это правда, это так и есть, потому что сейчас вот идёт такая тенденция к ношению бралетов, и все за комфорт, ну, кто сказал, что бельё на каркасах – это не комфорт. Ну, наоборот, я считаю, что если бралет бескаркасный, если в нём, извините, висит грудь, это просто зрительно делает вас бабой, ну, реально, посмотрите на себя со стороны, вот, это правда. Поэтому дело не в белье, не в самом белье, да, а дело в размере и в форме, и в качестве этого белья. Вот, такой вот вам пример привожу. Так, пошли вопросы, я сейчас почитаю, поотвечаю, и потихонечку мы перейдём к бельевому гардеробу. Так, бывает, что меряешь, то нормально, в процессе носки впивались в бока в ребра. В бока в ребра, да. Ну, смотрите, во-первых, когда вы идёте в магазин, вы должны быть в ресурсе, это первое. То есть, вы не должны бежать в магазин наскоком в обеденный перерыв. Вы не должны, то есть, для похода в магазин нужно уделить себе это время, подарить себе эти 2-3 часа и воспринять это для, как, ну, как, не как шопинг, да, а как процесс, не знаю, ну, что-то хорошее, да. То есть, уделить, подарить себе это время, сделать себе этот подарок, полюбить себя, прийти в этот магазин и взять не первый попавшийся бюстгалтер, да, а перемерить 10 бюстгалтеров там или комплектов и найти именно то, что вам нравится. Я не советую идти в магазин накануне ПМС, потому что мы, так или иначе, отекаем. Неважно, какой вес у нас, рост, возраст, мы, так или иначе, у нас меняется физиология, у нас меняются ощущения, мы более раздражительны. Сегодня нам это нравится, завтра это нам не понравится. Поэтому лучше идти в магазин, когда уже у нас цикл восстановлен, да, месячные прошли, мы себя нормально чувствуем в ресурсе, выделить себе это время, не торопясь пойти прям погулять, просто погулять. И я все-таки советую идти в хороший магазин. И даже тут дело, ну, может быть, даже и в деньгах, ну, скажем так, сделайте себе этот подарок, да, вот это хорошее, качественное белье, сделайте себе этот подарок, зайти в этот магазин приятный, да, в эту примерочную приятную, но только я говорю про хороший магазин. Пускай вас обслужит этот консультант, пускай он вас окружит этой заботой и вниманием, подарите себе это, да. Мы же не экономим на стоматологе, да, мы не экономим на гинекологе, нет. Мы не экономим на обуви, да, мы хотим себе хорошую обувь. Почему мы не хотим себе хорошее белье? И вот это белье, которое вам подберут, да, по форме, а в хороших магазинах, там цена еще и такая, не потому что это просто дорогое белье, а потому что там это процесс обслуживания, да, вам преподнесут то, что надо. Хорошие бюстгальтера, они на их разработку уходят на производстве до 9 месяцев, да. Можете себе представить, какой объем работы производится? То есть сначала разрабатывается эта модель, она отшивается, она примеряется на разных женщинах, да, вносятся в них коррективы, подбираются эти материалы. Сейчас очень высокие требования в белье к качеству материала. Материал должен быть гигроскопичный, это очень важно в нижнем белье. И вот хочу обратить внимание, многие ошибочно считают, что хлопок в белье это хорошо. Я могу вас уверить 100%, что нет. Хлопок в белье нехорошо. И пускай вас не пугает синтетика, да, сейчас белье сшьют из таких материалов, которые пропускают воздух, да. Даже поролоновые чашечки есть такие, я к этому позже вернусь, вам расскажу, когда мы поговорим про типы белья, которые дышат, да, летом. Кто носит поролоновый бюстгальтер летом? У кого потеет грудь? Вот скажите мне, вот наверняка вы это ощущение испытывали, когда лето, жара, вы, допустим, из кондиционера, из помещения прохладного куда-то на улицу, в жару пробежались, и все, этот бюстгальтер уже мокрый, его нельзя носить. А мокрый он потому, что тело так или иначе потеет, даже если этого внешне не видно, да, влага отводится. И эта влага, вместо того, чтобы вывестись, она впитывается в этот поролон, и он просто мокрый. Вот, это касательно поролоновых бюстгальтеров. Поэтому, вот, то, что в процессе носки впивается в бока, в ребра, во-первых, возможно, вы в разном ресурсе находились, то есть, в магазине были в одном ресурсе, сейчас вы находитесь в другом ресурсе, может быть, поэтому вот такая, поэтому у вас должно быть несколько комплектов, не один, одного это мало, расскажу об этом чуть попозже. Так, иногда тяжело найти без пушапа. Без пушапа, скорее всего, это имеется в виду на небольшую грудь, да. Знаете, вообще, я противник пушапов, на самом деле. Если вы подбираете белье по размеру, а если вы идете в хороший магазин, там консультант, я сейчас не буду сейчас на размерах останавливаться, попозже дам информацию на эту тему, и вам продавец по размеру подберет вам бюстгальтер, вам не нужен будет пушап, понимаете, если бюстгальтер по размеру, он правильно оформит вашу грудь. Вот серьезно. Я до момента, как начала заниматься бельем, я считала, что у меня размер 75B, как большинство из нас считает, да, и я тоже страдала. Я себе все время искала чашку с пушапом, потому что мне хотелось больше себе сделать грудь, и для меня это была проблема, если я что-то находила, но мне чашка пустая, вот это вечно тут была, да. В итоге, когда я начала бельем заниматься, я определила свой размер, внимание, как 70D, а до этого я считала, что у меня 75B, понимаете разницу? И этот 70D я ношу без пушапа отлично, и ничего мне пушапного не надо. Поэтому дело в размере, вероятнее всего. Так, никто же не спорит, что одев белье за 2000, чувствуешь себя королевой, но, к сожалению, у меня всех есть возможность такие деньги отдавать. А я поспорю с вами, можно одеть за 2000 и чувствовать себя какашкой. Объясню почему. Потому что стоимость, если белье хоть оно 3 миллиона стоит, если оно вам неудобно, это не даст вам вот этой вот энергии, вот этой вот искры, не даст вам уверенности. Вам неудобно, и вы будете постоянно думать о том, что вам неудобно, и вы еще будете думать о том, блин, да мне неудобно, нахрена я такие деньги заплатила. Понимаете, вот в чем суть. Поэтому нужно идти в правильные магазины, там, где есть консультанты. Если вы пришли, и на вас не обращают внимания, не стоит бояться, кстати, консультантов, они сейчас работают не на то, чтобы вам втюхать, на то, чтобы вас одеть и доставить вам радость. Это разница консультантов, которые работали, допустим, 10 лет назад и сейчас. Их сейчас обучают брафитингу. Брафитинг – это такая наука о нижнем белье. Поэтому вот я вам про деньги говорю. Ну, даже за 2000, честно говоря, можно и дешевле найти. Дело не в сумме, а дело в том, как вы себя чувствуете. Просто белье за 300 гривен, его не тестируют, понимаете, лекала не отрабатываются. И, скорее всего, белье за 300 гривен быстро изнашивается. Поэтому и плюс наверняка будет какой-то не те материалы. Наверняка… Я просто шью, и я знаю, о чем говорю. Есть тоже материалы подешевле, есть материалы подороже. Я тоже изначально не понимала, почему так, почему я должна покупать подороже, если есть подешевле. Но на самом деле это качество. Если вы купили себе свитер, и он у вас через две стирки или даже через одну пошел катышками, конечно, вам обидно. Вы за него дали 300 гривен, и думаете, да блин, лучше бы я купила в два раза дороже, но я бы его носила в пять раз дольше. К белью это имеет то же самое отношение. Поэтому тут много факторов. Так, я покупала дорогое белье, только вверх, ношу уже лет пять, отличное качество, можно один комплект купить. По поводу комплект, по поводу дорогого, отличного качества и всего прочего. Ну, да, я согласна, не каждый из нас может себе позволить там за 2000 гривен купить три бюстгальтера. На самом деле это так. Кстати говоря, низ трусы можно купить там за 150, за 200 гривен отличного качества. Я не считаю, что это там что-то как-то, это очень прям дорого. И трусов должно быть много, это даже не обсуждается. По поводу количества белья. Давайте перейдем немножко к уходу за бельем, да. Вот когда вы его купили, неважно, сколько оно стоит. Как мы его стираем? Напишите мне, девочки. Как вы стираете, как вы ухаживаете за нижним бельем? И кто вообще смотрит этикетку на нижнем белье, что там написано про уход? Давайте вы мне поотвечайте. Ну да, не часто все от финансов зависит. Были такое с флагой про поролон, да. Я без пуша поберу третий размер. Девочки, по поводу третьего размера. Нет такого понятия. Это раньше наши мамы, бабушки так покупали без галтера. Первый, второй, третий. Размер чашки всегда привязан к размеру пояса. То есть, тот же, ну будем говорить, пускай это будет третий размер. Для девочки весом 40 килограмм и для девочки весом 80 килограмм третий размер будет разный. Понимаете? То есть, для девочки он будет, для худенького он будет маленький, для поплотнее он будет большой. Это вот как вы пишете третий размер. Поэтому нет такого понятия третий размер. Есть маркировка бюстгалтеров. 70D, 75D, C. То есть, цифра это размер пояса и буква это размер чашки. Я вам в конце эфира по размерам расскажу, куда обратиться. Так, ну что, стираем в боксе или вручную 30 градусов. Как вы определяете 30 градусов вручную? Ну-ка, напишите мне. Вручную под краном прям стираете? Водичка тепленькая? Да или нет? Значит, по поводу, отвечаю, да? В боксе это окей. 30 градусов это окей. Но я рекомендую машинную стирку ручную. Холодную. То есть, вот 30 градусов или даже холодную. Причем, стирать белье отдельно светлое, отдельно темное. Не стирать джинсы с сливчиком. Так, смотрите на этикетку. Окей. Ко мне как-то обратилась клиентка и говорит, слушай, я вот купила себе неделю назад бюстгальтер в Миловице, такой дорогой, и он у меня через неделю вылезла косточка. Если вылезла косточка, сразу хочу сказать, что такой бюстгальтер можно выбросить. Он не подлежит ремонту. Это механически прорывается тоннель, в которой эта косточка. И, в принципе, можно поремонтировать, но это такой трудозатратный процесс. И, как бы, не стоит овчинка, выделки. Поэтому, если вы... Я у нее спрашиваю, ты с джинсами нара постирала? Липчик закинула туда на 40, да? Или, там, не знаю, на 50 градусов. Вот. И все. Черный липчик, черный джинс, и чем можно постирать. Ну, вот, когда неправильно, не соблюдается режим стирки, а на этикетке, правильно делаете, что вы смотрите этикетку, там на любом нижнем белье будет написана ручная стирка 30 градусов, или просто 30, да? В миске замачиваю и полощу. Если вы полощите в теплой воде, то это не соблюдение режима 30. Объясню, почему. Температура нашего тела сколько? 36,6. Если вы на ощупь теплую водичку делаете, то температура этой воды уже выше температуры вашего тела. Правда? Это уже не 30, это уже как минимум 40. Поэтому и вручную я тоже не советую полоскать, замачивать. Есть машинка, есть режим ручная стирка. Можно даже без бокса. Бюстгальтер мы его застегиваем. Можно в боксе, как удобно. Но отдельно мы стираем светлое, отдельно стираем темное. На ручной режим 30 градусов или холодная стирка. Все. И тогда ваше белье вам прослужит в 3 раза дольше. Я вам это гарантирую. Если стирать с тяжелыми вещами, то никакая косточка не выдержит. Да, конечно. У меня бывало такое, я тоже не идеал. Я тоже, говорю, что бывало такое закину. Думаю, да что там с ним уже его ношу сколько? Ничего ему не делать с этому лифчику. И тоже так закинула. И мало того, что у меня вырезала косточка, она где-то в машинке так и потерялась. То есть, ну, представляете, да? Вот так насколько вырвала. Поэтому, да, с бельем это важно. Дальше. Хотела вам сказать два слова по бельевому гардеробу. Да, начала отвечать на вопросы и отвлеклась. Так, хороший совет. Буду тогда стирать в машинке. Да. По поводу ручной стирки еще хочу сказать момент один. Ткани бельевые, они довольно деликатные. И, допустим, бюстгальтер, да, он несет нагрузку очень большую. На нем очень большая ответственность, да, на бюстгальтере. И он все время находится в растянутом виде. И про эластан сейчас расскажу. Когда мы еще стираем руками, в машинке-то оно вот так вот все болтается, да, там нет вот этого трения механического. А руками мы же все равно так или иначе трем. То есть мы еще механически воздействуем на эту ткань, на вот эти вот все соединения. И, ну, это не есть хорошо. То есть, как бы, вот идеальная стиральная машинка, ручная стирка. Все, 30 градусов. А по поводу эластана, да, белье у нас все, как правило, эластичное. Неважно из чего оно сделано, из хлопка, из кружева, из шелка, из атласа, сеточки. Все эластичное. Волокна эластана имеют такое свойство. Они растягиваются, а потом они стягиваются, да. Но для того, чтобы им стянуться, им нужно время. А мы понимаем, что чем лучше восстановится это волокно эластана, да, тем дольше нам прослужит эта вещь. Тем не растянутее будет этот пояс бюстгальтера, да, он не будет подскакивать, он не будет ерзать по этому телу, не будет ничего натирать, и дольше вам прослужит. Поэтому эластану нужно время, чтобы прийти, восстановиться, да, восстановить вот эти свои свойства, первоначальный вид, чтобы потом опять растянуться, и опять вас радовать, да, своей посадкой. Так вот, эластану нужно время, чтобы отдохнуть, и ему время нужно как минимум сутки. То есть, вы носите бюстгальтер целый день, дальше вы его сняли, отложили, он у вас полежал, и можно его одевать только через сутки. А еще лучше, сняли, постирали, сутки он высох, сутки полежал, то есть мы его одеваем на третий день. Соответственно, исходя из этого, я рекомендую иметь в гардеробе минимум три бюстгальтера, минимум, да. А если мы наше белье достанем и разложим по, там, на повседневное, да, на, там, белье на выход, да, по рассортируем, хотя, ну, я считаю, что не должно быть такого белье на выход и на повседневное, но все-таки, если, допустим, работа связана с каким-то дресс-кодом, да, то, конечно, мы обязаны этот дресс-код соблюдать, да, там, под светлую рубашку мы одеваем гладкий какой-то бюстгальтер, вот, если белая рубашка, то бюстгальтер телесный, обращаю внимание, не белый, а телесный. Белое белье, это вообще, ну, скажем так, больше к свадебному, да, больше туда, к нарядному, а телесное белье, оно под все, вот, под все, и под белое, тем более, поэтому три дня мы даем отдохнуть, и у нас должно быть, чем это все дело сменить, да, мы достаем свое белье, пересматриваем его, сортируем по цвету, да, сортируем по, ну, по тому, как мы его носим, каждый день, или там очень редко, если вы бюстгальтер одевали последний раз, год назад, то вы можете смело его выбросить, вы его не оденете никогда, не нужно ему лежать и ждать этого часа, вот, серьезно, жалко выбросить, если вы там одели его пару раз всего лишь, а подарите кому-то, да, может, кому-то он будет как раз, если бюстгальтер ваш лежит и ждет своего часа, когда вы похудеете, или когда вы поправитесь, или, например, вы там забеременели, родили ребенка, и ждете, пока вы восстановитесь, не восстановитесь вы, почему вы, может быть, физически восстановитесь наверняка, но психически вы уже другой человек, у вас уже другие требования, к себе и другой взгляд на себя, соответственно, другие тактильные ощущения, я приведу пример на себе, да, я до того, как забеременела и родила, у меня вообще, мне было все равно, я носила любую синтетику, мне было вообще абсолютно по барабану, после того, как я родила, я очень стала избирательно относиться к одежде, я не выношу синтетику прям в чистом виде, да, я сейчас не говорю про белье, белье это хорошее белье, это все равно вот так или иначе синтетика, но она с гигроскопичными свойствами, есть прям, ну, грубо говоря, целлофан, который невозможно носить, а есть хорошие, хорошие синтетические материалы, то есть я, допустим, стала очень требовательна, вот к тактильным ощущениям, и это мы меняемся, у нас меняется гормональный фон, это нормально, поэтому если у вас грибчик этот лежал, ждет своего часа, если вы его уже год не носили, выбросьте его, или подарите кому-то, и пойдите, сделайте себе подарок, купите комплект нового белья, просто даже для себя, просто для, знаете, как колечко купить, да, там, как какую-то косметику купить, как прийти на марафон, вот, к Светлане, вы же это делаете для себя, в первую очередь, правда, вы же себе макияж нанесете не для него, а для того, чтобы себя чувствовать уверенно, точно так же и в нижнем белье, пускай у вас трижды будет диоровская футболка на вас, но если под этой футболкой, извините, потяганный, полинявший лифчик, который жалко выбросить, который, вы к нему привыкли, как вы будете себя в нем чувствовать, вам, в принципе, плевать на футболку диор, важнее, какое на вас, на тело надето белье, это правда, это, вы можете сами провести этот эксперимент на себе, так, как часто нужно стирать белье, ну, смотрите, про трусики, ну, это очевидно, что поносили и постирали, да, тут понятно, что мы два раза их не одеваем, про бюстгальтер, в зависимости от вашей активности, да, и в зависимости от вашего потоотделения, в принципе, не обязательно после одного ношения стирать бюстгальтер, вот, серьезно, ну, разве что, если вы вспотели, то, конечно, его нужно стирать, если у вас был обычный день, вы этот лифчик поносили, в принципе, два-три раза можно его одеть и постирать, ну, это такое мое мнение, конечно, если это белое белье, то его стирают после каждой носки, потому что, ну, оно по нем видно, дальше важный момент по поводу цвета, уже сказала про телесный, да, если, вот, по поводу комплектов, считается, что вот обязательно нужно носить комплектом, на самом деле, нет, не обязательно, достаточно, просто, если вы одеваете, например, черные брюки, да, или черную юбку, ну, нелогично под них одевать белые трусы, по той простой причине, что просто эти белые трусы станут серыми, точно так же и про верх, если у вас темная одежда, соответственно, носите темное белье, если у вас светлая одежда, соответственно, вы носите светлое белье, это такие простые правила, которые не дадут вашему светлому бюстгальтеру быстро полинять и стать серо-буро-пошкарябаным, соответственно, у него такой внешний вид, ну, неопрятный, да, Можно провести простой тест, вот вы на себя одеваете белье, а потом представьте, вам не стыдно будет показаться в этом белье, ну, например, доктору, да, какому-то. Если стыдно, то выбрасывайте смело это белье, какое бы оно там ни было любимое, понимаете, это, ну, внешний вид, мы же не хотим одевать, не знаю, там, колготы с котышками. Нет, не хотим, не хотим надевать драные трусы, нет, не хотим, это все то же самое. Вот, по поводу белья, нижнего белья, это вообще тема моя любимая, трусики для месячных, это вообще крутизна. Если у вас такое есть, выбросьте трусики для месячных, вот серьезно, пускай у вас и в эти дни будут нарядные трусы, пускай их будет 7 штук, да, постираете, ничего с ними не сделается, но зато вы будете нарядные и в эти дни, критические в наши, да, поэтому это вот очень важно. Дальше. Вы свое белье обязательно по цвету, я вам сказала уже, да, если каркас вылез, порвался, смело выбрасывайте это белье. Единственное, что вы можете не выбрасывать, вы можете его взять и, допустим, пойти в магазин и показать продавцу, вот такая форма, вот мне нравится, вот подберите мне аналогичное, да, продавцу будет легче понимать, что вам нравится. Вот разве что в этом случае, или вы шьете на заказ и тоже вот разве что в этом случае. Вот, по этому поводу сказала. Дальше. Если растянулся пояс бюстгальтера, если вы его застегнули, а он у вас подскочил где-то туда к шее, это значит, что он растянутый. Если он достаточно слабый, этот пояс, а пояс должен быть строго горизонтально на теле, то есть вы надели бюстгальтер и у вас спина не должна подскакивать на бюстгальтере. Вот, если он растянулся, выбрасывайте, если лифчик полинял или трусы полиняли, выбрасывайте, не позорьтесь, сами себя не позорьте. Вот, если растянулись эти бретели, вы вечно вот это вот все тянете, а они уже бедной волной пошли, выбрасывайте. Если чашка как-то там деформировалась и она уже не формованный гладкий поролончик, а ее уже вот так все покрутило, вы ее одеваете и это все видно, тоже смело выбрасывайте, не нужно это все держать у себя в гардеробе, абсолютно. Часто бывает, что мы себе все время покупаем одного фасона трусы и из раза в раз нам этот фасон нравится, мы себе из раза в раз покупаем одного фасона трусы или одного фасона бюстгальтер. Пойдите в магазин, как я уже говорила, если вы выделите себе на этот поход там три часа времени в этот магазин, как в ресторан, да, подарить себе кайфушечку такую, перемерять побольше, вот, то померяйте разное. Кто вам сказал, что вам не подойдут шорты? Они же разные бывают. Кто вам сказал, что вам не подойдут, допустим, бразильяна? Померяйте, попробуйте, оцените себя со стороны, да, как вы себе нравитесь в зеркале. Если вы себе нравитесь, то возьмите разных форм этих трусов, да, всяких. То же самое с бюстгальтером. Тоже мы, как правило, девчонки, я даже знаю, как вы это носите. Обычно у нас у всех поролоновая чашка и мы все носим эту поролоновую чашку. Попробуйте померить другой формы поролоновую чашку. Померяйте бюстгальтер с удлиненной чашечкой, да, вот, когда маленький размер, небольшой, удлиненная вот эта чашка, она зрительно делает визуально больше размер. Визуально, конечно же. Вот, но вы уже себя в зеркале увидите и вы уже в мозгу восподумывается, у меня уже на вид грудь больше, как минимум, на размер. И вы уже себя будете чувствовать более открыто и более раскрепощенно. Вот, я вас уверяю, вот, когда на вас классное белье, хорошо сидящее, которое вам нравится, вам откроют двери в магазин, да, вам уступят место в общественном транспорте, вам, не знаю, кто-то улыбнется. Вот, вот, сто процентов. Кто-то комплимент скажет. Вот, насколько это влияет все на нашу психику. Вот, серьезно. Когда на вас полинялые трусы, которым два года, и вы внутренне вот это вот, вы можете о них и не думать, но внутреннее вот это ваше состояние, нелюбовь к себе, она транслируется на окружающих, понимаете, и к вам будет такое же соответствующее отношение. Вот, это правда. Это, ну, серьезно. Вот, дальше, поэкспериментируйте с формами, попробуйте, вот, если на переду уже, да, к формам, если маленькая грудь, попробуйте не пушап, попросите консультанта, пускай он подберет вам по размеру бюстгальтер. Не пушап. Пушап – это вообще не физиологичное белье. Почему? Потому что, может быть, просто бюстгальтер с вкладышами – это немножко другое. Вкладыши, да, они могут вам формировать, делать форму определенную, да, если грудь разного размера, то вкладыши, вот эти такие подушечки, да, вставные, они могут регулировать нам размер груди, да, то пушап – это, как правило, чашка формованная с пушапом, она более жесткая, более плотная, она деформирует саму нашу грудь. И в пушапе, на самом деле, можно ходить не более 4 часов, потому что в нашей молочной железе там находится много кровеносных сосудов, много лимфатических сосудов. И если эти сосуды каким-то образом передавливаются, если неправильный размер бюстгальтера, и у вас каркас, косточка лежит на груди, тоже это все дело передавливается, нарушается кровоток, нарушается лимфоток. Соответственно, это могут быть последствия негативные, это могут быть и воспаления, и всякие неприятности. Этого нам не нужно, поэтому пушап не нужно носить целый день, вот серьезно. И вообще, вот нужен ли вам пушап? Вам, когда подберут правильный размер, вы поймете, что вам пушап не нужен. Хочется разное, но нужно искать, потому что одеваешь его как кошелка, в нем он красивый. Мы часто делаем вот такие покупки, когда он красивый, но нам где-то что-то неудобно, но мы его все равно купили. И в итоге мы его один раз еще одели, нам все равно неудобно, какой бы он красивый ни был, и мы его не носим. Такое белье тоже выбрасываем, оно нам не надо. Еще раз повторяю, в магазин идем в ресурсе, в хороший магазин, подарите себе это белье, за тысячу гривен можно купить комплект белья, понимаете? Не обязательно там за две, но вы подарите это себе, сделайте. Пускай вам, кто там, не знаю, родители, любимый человек, или муж, или кто там, брат, сестра, пускай подарят вам сертификат на нижнее белье, и сделайте себе этот подарок, уделите себе время. Мы тратим время на то, чтобы макияж нанести каждый день. Мы идем в парикмахерскую, или сами там волосы себе красим. Мы на это тратим время, нам не жалко на это время потратить. А на нижнее белье жалко, понимаете? Но это парадокс какой-то. Это просто не прививает нам вот это искусство, нам не прививают вот с маленького возраста, еще с возраста девочки, что нужно любить себя, любить свое тело, и дарить себе и своему телу радость, понимаете? Вот в чем дело. Поэтому обязательно слушайте себя и слушайте свои ощущения. Конечно, если вы меряете внешне красиво, но вам чего-то там дискомфортно, поверьте, вы выйдете из этого магазина, вам будет еще более дискомфортно. Такое покупать точно не нужно. Как правильно мы надеваем бюстгальтер, да? Я сейчас у вас спрашивать не буду, как вы его одеваете. Я, в принципе, много уже с людьми общалась, я знаю, как они его одевают. Но я вам расскажу, как одевать бюстгальтер правильно. Нам, суть бюстгальтера в том, что нам нужно в чашечку, ну, про трусы я не буду говорить, как правильно трусы одевать, да? И сразу, если вы одеваете трусы, если вам резинки эти впиваются в тело, впиваются в попу, не носите такие трусы, я вас умоляю. Это видно и это выглядит кошмарно. Ну, вот серьезно. Покупайте бразильяна, покупайте с обработкой вот швов кружевом, да? Чтобы не было видно, чтобы ничего не впивалось. То есть, тоже это вот очень важно, да? Чтобы вам было удобно, чтобы не надо было сейчас очень классные в моде вот высокие трусики, ретро-трусики. Если нужно смоделировать, допустим, фигуру, да? Визуально там талию подчеркнуть. Благодаря всяким выточкам, расположениям, дизайнерским вот этим вот всем штучкам можно зрительно талию уменьшить или наоборот увеличить, если кому-то надо, да? Может быть, у кого-то там узкие бедра и зрительно можно. То есть, померяйте разные фасоны и посмотрите на себя со всех сторон в этом зеркале, покрутитесь, потому что мы все равно так или иначе, как бы мы не выглядели прекрасно, мы все равно, каждая в себе найдет какой-то изъян, там какой-то целлюлит, там где-то жирок, там где-то еще что-то, тут у меня такое, не такое, тут у меня... Мы все такие, да? Я пересматриваю свои фотографии десятилетней давности и думаю, боже, да я красотка. А тогда я себя чувствовала просто кошмарно, отвратительно, я думала, что я, ну, просто какой-то урод, ну, в смысле телесный, да? Поэтому белье способно многое визуально скорректировать, очень многое. И от этого, опять-таки, повторяю уже, не знаю, в который раз, зависит ваш внутренний настрой и ваш внутренний вот этот заряд, внутренний ваш стержень, эмоции ваши. Поэтому очень важно нравиться себе в зеркале, неважно, в каком вы физическом состоянии находитесь, вот серьезно. Так, вернемся к бюстгальтерам. Во-первых, мы застегиваем всегда на последний крючок, да? Всегда на последний крючок, потому что в процессе носки у нас пояс растягивается, и мы постепенно этот крючочек будем переставлять, да, вот к переднему. Если вы купили бюстгальтер уже на самый первый крючок, который застегивается, очень быстро он станет большим. Эластан этот растягивается, пояс, и вы уже не отрегулируете по ширине, поэтому на последний крючок застегиваем бюстгальтер. Так, у меня С или Д, объем 85, смотря какая модель. Татьяна, судя по фото, по вашей аватарке, я думаю, что у вас не 85 С и Д, я думаю, что у вас где-то 75, и там нужно смотреть по чашке. Ну, это уже к брофитингу, да, то есть пояс должен чуть потуже быть, на самом деле, чтобы хорошо сидеть. Так, по поводу одевания, девочки. Мы берем бюстгальтер, сейчас я возьму бюстгальтер. Значит, вот смотрите, у меня такой бюстгальтер. Хочу обратить ваше внимание, вы когда будете покупать, это поролоновая чашка, но эта чашка спейсер называется. Вот запишите себе, чашка спейсер. Она, это та чашка, в которой летом не жарко. Она пропускает воздух. Вот если в нее подуть, она пропускает воздух. Если вы возьмете поролоновую чашку, она воздух не пропустит. А эта, даже вот на свет, она, ну, я сейчас не покажу вам, но это видно, вот видите, она просвещается. Эта чашечка спейсер, вот она вот такая мягенькая. Это умная чашка. У нас продаются такие бюстгальтера, и просто о них мало кто говорит, мало кто знает. Они отличаются тем, что у них, они всегда гладенькие, их не декорируют, потому что, если задекорировать эту чашку, то не будет этого эффекта отвода, ну, воздушного вот этого проникновения, поэтому они вот такие гладкие. Обычно пояс вот делают какой-то кружевной, да, может быть на бретеликах какой-то декор. Но обратите внимание, чашка спейсер, и она хорошо формирует грудь. Она подстраивается под вашу грудь, под температурой тела. Она как бы округляется, запоминает вашу форму. И вот это я вот, это мой бюстгальтер, вот 70D я ношу. У меня обхват под грудью 78, если кто-то разбирается. То есть мы не носим размер в размер бюстгальтер. Да, я даже не знала о последнем крючке. Да, может быть 75. Вес 58, рост 160. Конечно, как у вас может быть 85? Да вы что, у вас 75, может быть даже 70. У меня вес, не знаю, 66, страшно сказать. Я 70 ношу, поэтому приходите ко мне на граффити, мы сейчас расскажу про это. Вот я застегнула крючок, вот это правильный, правильный крючок. Мы на последнее застегиваем, да, вот видите, вот последнее. Дальше, ой, вернее, я даже на среднее застегнула. Вот, вот, да. Дальше мы этот крючочек просто в процессе носки, когда сам пояс уже растягивается, но чтобы он был плотнее, мы просто переставляем сначала на среднюю, а потом на самую первую. Это важно. Вот серьезно, это очень важно. Не покупайте бюстгальтер, если он на вас застегивается вот так. Вам некуда его будет регулировать, и он вам прослужит меньше, чем положено. Дальше. Мы берем этот бюстгальтер, который вы меряете, да. Берем вот так за косточки, вот косточки у меня, да. И прикладываю я к себе, да. Укладываю вот так, вот косточка, чтобы легла под грудь. Грудь, чтобы у меня легла в эту чашку. Дальше я завожу, обе груди так укладываю, завожу руки за спину и застегиваю. Если вы сами не можете, пускай вам кто-то поможет. Ну, а вообще тренируйтесь. Одевать бюстгальтер вот так, на талию застегивать, а потом его крутить на себя и поднимать наверх нельзя. Вопрос опять-таки в эластане. Он быстрее растянется, и быстрее ваш пояс придет в непригодность, и меньше прослужит вам этот бюстгальтер, да. То есть, вот, одеваем вот так, застегиваем, да. Ой, я в кофте. Без бретелей. Обратили внимание, да, что я говорю? Без бретелей. Сейчас она кофту застегнется или нет? Сейчас. Да, застегивается. Вот, застегнула, да, я его. И смотрите, бюстгальтер никуда не девается. Вот я грудь уложила, да. Никуда он не падает. Все, без бретелей. То есть, к чему я веду? Бретель не несет основную функцию поддержки. Если вы ее затягиваете, а чашка у вас не держится, то значит, что-то не так с размером. Все, установили. Дальше мы заводим вот сюда. Берем вот так, нельзя тянуть за чашку, потому что могут быть деликатные материалы, и вы растягиваете эту чашку. Мы берем вот здесь область каркаса, грудь нашу вот сюда сбоку выкладываем в эту чашку, да, вот положили, чтобы сосок у нас смотрел вперед, чтобы грудь у нас была как фары автомобиля, смотрели прямо, да, и только потом мы одеваем бретельку и поправляем ее по длине, по размеру, да. Бретель не должна впиваться в плечи, не должно у вас оставаться каких-то следов, да, на плечах красных. Если остаются, значит, что-то не так с размером. И наоборот, скажу, если у вас на теле остаются красные следы, не стоит этого бояться. Почему-то все думают, что, о боже, это значит, что-то не так, да. У вас остаются красные следы от колгот на талии или от носков на ногах. Наверняка остаются, да. Никого это не смущает, правда? Почему след от бюстгальтера должен смущать? Нет, он не должен смущать. Это нормально. Он тоже должен иметь плотную посадку для того, чтобы удержать вашу грудь. Так, дальше. Показываю на себе, на себе покажу бюстгальтер, да, правильную посадку. Значит, смотрите, я, конечно, далеко не идеал. Значит, смотрите, перемычка, вот это место называется перемычка, должен прилегать к грудной кости. Если у вас перемычка где-то там отстает, вот так, да, как правило, это у девочек с большой грудью, значит, у вас маленькая чашка, вам нужно больше чашку подобрать, да. Дальше, пояс. Посмотрите, видите, строго, горизонтально пояс расположен. Причем я подниму руку, ничего с моим поясом не происходит. У меня каркас остается на месте под грудью, да. Вот видите, я руку подняла. Если вы руку поднимаете, если у вас пояс выше, да, вот сюда начинает задираться, это значит, что пояс слабый. Это значит, либо растянулся бюстгальтер, либо он вам не по размеру просто. Если мы поднимаем руку, если у нас начинают отскакивать, отходить от тела чашечки, косточки, чашка поднимается вверх, это значит, что большой пояс. Опять-таки, или не ваш размер, нужно меньше брать пояс, или растянулся, его уже нельзя носить. То есть, бюстгальтер должен плотно сидеть на теле. Когда он сидит плотно, не стоит бояться. Все думают, что ой, очень туго, слишком туго тоже плохо. Должно быть умеренно, достаточно плотно. Тогда у вас волей-неволей вот так расправляется грудная клетка, плечи уходят назад, вытягивается вот этот силуэт, уходят вот эти вот все подбородки, уходят боли. Особенно, если вы много сидите, если работа сидячая, и если вы сутулитесь, вы сюда вот грудь опускаете, и у вас вот диафрагма, где у нас диафрагма, да, вот тут находится, вот в этом месте, и получается давление на внутренние органы, и могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, да, может быть и вздутие, какие-то неприятные ощущения. Соответственно, если диафрагма закрыта, и там нет места, вам тяжело дышать, а когда правильный бюстгальтер, вот, диафрагма открыта, мне хорошо дышать, я сижу с ровной спиной за компьютером, и все прекрасно, и нет у меня никаких проблем. Этому способствует правильно сидящий бюстгальтер. Понимаете, вот в чем соль всего. Поэтому это очень важно. Так, девчонки, я буду заканчивать. Есть какие-то вопросы уже без пяти? Немножко пошла не по плану, ну, в общем, основное я вам рассказала, я думаю, что это очень интересно, и мало кто знает. Кстати, еще такой момент, если покатые плечи, и спадают бретели, да, если тут все нормально, по чашке нет никаких пустот, если спадают бретели, продаются такие, или есть бюстгальтера с такими застежками, чтобы на спине, их, знаете, вот так вот, крест-накрест соединить, такие фиксаторы. То есть, можно вот спрашивать в белевых магазинах бюстгальтера с такими фиксаторами. Очень, кстати, еще и помогает держать спину вот так вот в форме, выпрямленную, да, когда вот так сзади бретельки там соединены. Так, не знала такого, круто, след это нормально, не знала, след это нормально, конечно, да. Так, спасибо, интересно, очень интересно, что не рассказали еще. Девочки, вообще, как бы, ну, можно рассказывать по формам, для большой груди хотела сказать, не носите поролоновую чашку. Большой груди не нужна поролоновая чашка. Я вообще, поролон и то, такой вот форму, вот у меня бюстгальтер, это у меня формованный поролон, у меня там нет пушапа, да, ну, какую, вот я выверну, видите, мягенький этот поролончик, да, вот видите, это то, что я шью. Вот, и для большой груди поролон, он форму просто придает, если небольшая грудь, да, а если большая грудь, поролон не способен ее собрать, вам нужна только мягкая чашка из нетянущихся материалов, из стабильных материалов, особенно, если это прям такие пышные формы, вот не стоит брать поролон, вот серьезно, стабильные, мягкие чашки, вот это то, что вам нужно, и не жарко, плюс вот такая вот чашечка спейсер, видите, вот она тоненькая, вот обратите на нее внимание, она, конечно, да, ограничена по размерам, есть и маленькие, есть и побольше, конечно, если прям очень большой размер, то ее не делают, просто потому, что спейсер, она вот сама по себе тоже такая вот мягенькая, немножко она эластичная, да, в обоих направлениях, она может не удержать большую грудь, но до какого-то размера можно найти, там до, не знаю, 70Е, F, в принципе, можно найти, вот это вот чудо-бюстгалтер, вот я серьезно говорю, вот его стоит померять, и это такой масс-хепт, он гладкий, идеально под футболки, на лето, да, допустим, майки, не будет видно никаких, ни швов, ничего, и он дышащий, это для тех, кто стесняется носить мягкую чашку, или считает, что ему нужно, как-то скорректировать форму груди, или объем скорректировать, вот чашка спейсер, так, хотела сказать, девочки, у меня на моей страничке, в шапке профиля есть ссылочка, там, по этой ссылке, если вы перейдете, я там предоставляю услугу брафитинга, так, сколько нужно в ткани эластана для нормального лифа, ну, эластана, ну, это, на этикетке этого не пишут, потому что у нас, вот, допустим, в этом бюстгальтере используется много разных тканей, да, здесь у нас сеточка, здесь у нас вот резиночка, здесь у нас кружево, да, здесь у нас еще одна, вот, бретелищная резиночка, здесь вот у нас беечка, которая обработана, все они имеют разное количество эластана, ну, от 3 до 5 процентов, именно в самой ткани, в изделии, ну, я не знаю, как там посчитать количество эластана, когда, ну, застежки эластана нет, например, да, поэтому, ну, на самом деле, это не так важно для потребителя, сколько там эластана, так, это как-то зависит, ответила, так, девочки, по брафитингу, кому нужна помощь, эта услуга бесплатная, кому нужна помощь, по определению размера, вашего, да, я вам определю стартовые размеры, и скажу, вот, идите в магазин, и померяйте, вот такой бюстгальтер, попробуйте, он вам должен подойти, кому нужна помощь в определении дефектов посадки, где где-то что-то трет, давит, не нравится, какую форму бюстгальтера подобрать, переходите в моем бельевом аккаунте, ссылка в шапке профиля, там страница по брафитингу, почитайте информацию, если вам нужна такая моя помощь, то заполняйте форму, отправляйте, мы с вами договоримся, я проведу для вас такую консультацию, сейчас пока что эта консультация бесплатная, до какого-то определенного времени, поэтому пока что пользуйтесь, это вам будет такое подспорье, для похода в магазин, чтобы купить этот бюстгальтер, это нижнее белье, да, спасибо вам, что вы были, рада, что вам эта тема интересна, и эта тема очень важна, не пренебрегайте этим, обязательно сделайте разбор своего гардероба, выбросьте нещадно, то, что вы не носите, то, что потеряла внешний вид, полиняла, растянулась, не жалейте, и подарите себе эту роскошь в виде нового нижнего белья, и дарите себе эту роскошь регулярно, это для нас очень важно. Все, всех обнимаю, спасибо, что вы были, пока-пока!